23 октября в Казани выпал первый снег. По словам синоптиков, это обычное для республики явление, поскольку в конце октября-начале ноября начинает образовываться снежный покров. До этого гидромедцентр республики Татарстан прогнозировал осадки в виде дождя или мокрого снега. Большее внимание метеорологов, конечно, привлекает разбор климатических условий ранних месяцев. Лето 2023 года запомнилось очень жарким и засушливым. Урон для сельского хозяйства и водоемов в этот период был огромен. Корма для домашних животных подорожали практически на 50%, а урожай зерновых культур попросту засыхал на полях. Это сильно сказалось на экономике республики, но температурные рекорды на этом не закончились. У нас крупная аномалия наблюдалась по количеству осадков. Так, например, за период с января по сентябрь выпало всего 240 миллиметров осадков, в то время как в норме за этот период должно выпадать более 420 миллиметров. Таким образом, этот год уже вошел в историю как рекордно засушливый, если мы говорим вот про такой период. Говоря про температуру, также у нас большинство месяцев отличились аномалией. Так, например, если говорить про лето, то только июнь был чуть ниже нормы по температуре, в то время как другие месяцы имели выраженную температурную положительную аномалию. Осень также удивила Татарстан теплой погодой. В Казани был обновлен температурный рекорд. Воздух в сентябре прогрелся до 26 градусов по Цельсию. Метеорологи прогнозировали, что и октябрь не будет холодным. Так и вышло. Температура до середины октября составляла в среднем от 11 до 14 градусов, что на 3 градуса больше, чем в предыдущие годы. Зато осадков наблюдалось гораздо меньше. По этой причине Куйбышевское водохранилище очутилось на грани осушения. Такое событие не на шутку заставило волноваться экологов всей республики. Синоптики заверяют, что такие глобальные изменения в климате связаны со всемирным потеплением. Действительно, в климатической норме это нормально. Первый временный снежный покров формируется, как правило, в последних числах октября. В то же время история знает случаи, когда снег шел и в сентябре. Так, совсем недавно, в 2019 году, 23 сентября, шел обильный снег. И, конечно, он не сформировал снежного покрова, так же, как и сегодняшний снег не сформировал этого снежного покрова в силу положительных дневных температур. Таким образом, мы ждем формирования снежного покрова временного в первых числах ноября или последних числах октября. В норме ждем установления постоянного снежного покрова, который останется с нами до весны. И он будет примерно в середине ноября, обычно в климатической норме. Это происходит 17 ноября. Зима 2023-2024 года, вероятно, будет средней по уровню холода. Температура будет колебаться в районе нуля градусов Цельсия. Однако из-за климатических изменений возможны периоды теплой погоды, когда дневная температура поднимается выше нуля. В такие дни возможен дождь и мокрый снег. Николай Суховский, Елизавета Газизянова, Александр Кузнецов, Универньюс.